Следующий. Слава богу, последняя. Я себе. Другого мнения. Билетик. Ну, давайте по первому вопросу. Ну, вот это вот. Или вот это вот. Ой, да ладно, тут вообще на троечку вот так с головой. Милочка моя, а вы все это списали со шпаргалки. Да кто это видел? Брехня это, это брехня. Брехня? Да, лажа, клевета, вранье, поклеп, свистеж, пиздец, дезинформация, короче, ясно? Брехло. Вы как со мной разговариваете? Да я сейчас эту шпаргалку сам найду. Давайте, давайте, только давайте так договоримся, если вы не найдете эту шпаргалку, вы ставите мне пять и идет? Идет, идет. А вот если вы ее найдете, то вы как честный человек должны будете на мне жениться. Ну что, будем искать? Не надо, зачетку. Доктор, ну как он? Все хорошо, его жизни ничто не угрожает. А когда я смогу его увидеть? А кем он вам приходится? Практически никем, мы знакомы всего три дня. Какой вы замечательный человек, почти незнакомого приводите в больницу, заботитесь о нем. Тут многие о своих родственниках не так заботятся. А когда его выпишут из больницы? Ну понимаете, у него множественные переломы, порезы, сотрясение мозга. Давайте проведем диагностику и поймем, когда мы его сможем выписать. Хорошо? Да. А я могу с ним поговорить? Вот я думаю, это невозможно. Он сейчас спит после операции. А давайте вы скажете мне, а я ему передам, когда он придет в себя. Хорошо? Хорошо. Тогда спросите у него, пожалуйста. Сдала я на права или нет? Ну да, есть у меня один такой Сидоренко. Слушай, полный неудачник. Ему и бабка с пустыми ведрами попадется, и кошка черная дорогу перебежит. Вот, так я ему даю те же таблетки, что и ты своему, да. О, легок на помине. Я перезвоню. Ладно, прости. Доктор, доктор, спасибо. Доктор, я выздоровел. Мне кажется, я выздоровел. Я здоров. Помните, отчего я впал в депрессию? Я когда мазал бутерброд, он у меня упал маслом вниз. А сегодня я намазал бутерброд, и он у меня в первый раз упал маслом вверх. Вот так вот, понимаете? Маслом вверх упал. Да вы что? Пора выписываться, доктор. Подождите. Здоров. Да подождите. Ура! Подождите, нужно обо всем разобраться. Так, так, так. А, Сидоренко, ну все понятно. Вы масло не на ту сторону намазали. Так что, лечимся, батенька, лечимся. Продолжаем терапию. Товарищ полицейский, я хочу заявить о пропаже. Пропажа дороже 15 тысяч. Я не знаю. Предупреждаю, если дешевле, то нет смысла писать заявление. У нас и так работа по горло. И никто вашу сумочку или телефон искать не будет. А, там куртка была кожаная. Из натуральной кожи? Эээ, я не знаю. Эээ, нет, кожзам. А в кармане кошелек был. А в нем деньги. Ну, а сколько денег-то? Ну, тысячи полторы. А потом штанишки хлопковые, рубашечка серенькая, красочки. Где вы оставили вещи? Так это не я оставила, это мужа моего вещи. Почему он сам не пришел? Так это мой муж пропал, а вещи на нем были. Правда, боюсь, на 15 тысяч там не наберется. Так это ваш муж пропал. Ну, а я о чем? Что ж вы сразу не сказали? Это ж человек пропал. Это совсем другое дело. Давно пропал-то? Два дня как? Понятно. Будем искать вашего мужа. Во что он был одет? Эээ, неважно. Товарищ полицейский, вы его как найдете, первым делом передайте, что моя мама не приедет. Че там, как там? Где там, кто там? Мужчина здесь не конкурс экстрасенсов. Я мысли читать не умею. Вы фамилию назовите. Аээ, Бабенко. 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 Здесь Бабенко, там Бабенко. Бабенко. Ну вот, Бабенко. Палец пришили обратно. Завтра выпишем. В смысле? Женщину с инфарктом привезли. Вы палец пришили? Значит, не та Бабенко, а другая Бабенко. Ну да, вот. Утром поступила женщина. Оперирует. Оперирует? Фух. Бабенко? Да, Бабенко. У меня для вас плохая новость. На третьем часу операции ваша мама... Это не мама, это теща. Ха-ха, ну тогда у меня для вас прекрасная новость. На третьем часу операции... Вы обязательно пейте чайный грипп и по врачам вообще перестанете ходить. Вот вы посмотрите, вот это медицина с человеческим лицом. Так что вы заботьтесь о себе, берегите себя, масочку носите. Но что вы тут сидите? Я не могу больше с вами разговаривать. Меня доктор заждался. О, сидит он. Ой, как у вас тут миленько. На что жалуетесь? Доктор, что вы? Я вообще никогда ни на что не жалуюсь, потому что я не болею. Знаете, почему я не болею? Потому что я пью чайный грипп. Женщина, вы зачем ко мне пришли? Я по поводу мужа. Доктор, он у меня очень крайне серьезно болен. Я еще точно не определила диагноз, но это что-то среднее между шизофренией и атитом. Что с вашим мужем? Он жив? Доктор, конечно, жив. Вы что? Только странный очень. Вот я ему все время говорю, говорю, понимаете? Объясняю что-то, а он в ответ ни слова. Молчит, как рыба облет. Знаете, только кивает и улыбается. Я думаю, это редкое, заразное и опасное психическое заболевание. Это не заболевание. Это талант. Ну так я не понял, что у вас? А я не знаю, что у меня, поэтому я к вам и пришла. Какие анализы вы сдавали? А я сдала все анализы на всякий случай. Ладно, хорошо. Дайте-ка сюда вашу историю болезни. Так я же вам все рассказываю. Ну вот эту папочку дайте, дайте. Доктор, а может у меня синдром Кушинга? А может у меня волчанка? Доктор, а может я в том возрасте, когда у меня рассеянный склероз? А может мне железа не хватает? Знаете, когда идет дождик, у меня мигрень начинается. А у моей подруги тоже так было, а ей пиявок прописали. А я так боюсь пиявок. Но я ромашку пью. А может я зря это делаю? Покажите-ка язык. Доктор, вы меня заставили показать язык, а сами на него не смотрите. Я уже целую минуту так сижу. Мне в тишине удобнее знакомиться с историей вашей болезни. Покажите-ка язык. Покажите-ка язык.